Межмуниципальный отдел МВД России Городецкий в группе 10 промышленных городов Нижегородской области занял первое место по раскрываемости преступлений. Это и многое другое было озвучено на пресс-конференции журналистами местных СМИ, посвященной итогам работы полицейских районов в 2015 году. С подробностями Ксения Кусакина. Незаконный оборот наркотиков – одна из главных тем, которая была затронута в ходе пресс-конференции. Таких преступлений за прошлый год полицейские Городецкого района выявили 48. Из них 10 имели большой общественный резонанс. У нас в конце 2014 года начались жалобы жителей города Заволжья, вплоть до того, что писали письма президенту Российской Федерации о том, что закладки происходят, наркоманы делают, и другие ходят около подъезда, около жилого сектора, копаются в мусоре. Это бесконтактный способ. То есть беспорядки устраивают только в подъездах. В результате работы, проведенной сотрудниками отдела полиции совместно с госнаркоконтролем, была задержана группа лиц, распространявшая наркотические средства. После чего в городе произошел спад преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Работа в этом направлении продолжается и дальше. Большой общественный резонанс имело еще одно преступление, совершенное в Заволжье. Нападение на центр займа на Бауново, где житель города Градца с ножом потребовал деньги, забрал 30 тысяч, нанес ножом удар, от которого потом впоследствии скончалась женщина. То есть тоже нам помогло здесь видеонаблюдение, опознали этого человека и оперативно сразу в этот же день задержали. И это далеко не единственный случай, когда видеонаблюдение помогло полицейским в раскрытии преступлений и правонарушений. Во многом этому способствует система «Безопасный город», в рамках которой в районе установлено 28 видеокамер. И теперь у сотрудников полиции появилась возможность контролировать ситуацию не только в многолюдных местах Градца и Заволжья, но и на дорогах района. На 2016 год заложены денежные средства 530 тысяч, это на расширение видеонаблюдения в городе Заволжье. Планируем ветку запустить на улицу Рождественскую в районе городского кладбища и горбольницы. В общей сложности установить еще плюсом 4 видеокамеры. Если говорить в целом о преступности, то на фоне незначительного сокращения преступлений, совершенных подростками, в районе в прошедшем году наблюдалось увеличение числа разбоев, краж и мошенничеств. Последних было зарегистрировано 142. Это задерживались цыгане за мошенничество, реализация медицинских препаратов, плюс под предлогом соцработников. Значит, из мобильных мошенничеств у нас в суд направлено главным следственным управлением, они работали по всей области, это организованная преступная группа, в том числе два преступления совершенно на территории нашего района. Значит, направлено как бы два уголовного дела в суд. Подводя итоги пресс-конференции, начальник межмуниципального отдела МВД России Городецкий Александр Соколов отметил, что главное областное управление признало работу полицейских районов в прошедшем году эффективной. Результаты по многим направлениям деятельности имеют положительную динамику.